Свою небесную Преподателю, прийди в силе стерны и очистены от всяких скребных, и спасти, Боже, души наши. Вначале, дорогие господи, братья, сестры, хочу воспользоваться случаем, я ни разу об этом не рассказывал для съемки на телевидении, для показа по интернету, о том, что приводит человек в монастырь и что такое вообще современный монастырь. Ну, потому что со стороны что-то, конечно, видно, а как это внутреннее, это надо услышать. Я ничего такого сложного не собираюсь говорить по этому поводу, но просто немножко объяснить. Потому что некоторые злые языки говорят, вот монахи-дармоеды, ничего там не делают, только живут за чужой счет. Ну, здесь, как сказать, например, послушку или монаху или инку никто дармоедом не даст быть, потому что в монастыре начальство требует, чтобы человек оправдывал свое пребывание в монастыре хотя бы в плане бытовом. То есть он должен что-то сделать, исполнять послушание, он должен быть загружен. То есть такого нет, что кроме больных, коллег-инвалидов или старых, кто-то бездельничать может и приходить на трапезу и кушать не свой хлеб, совершенно незаработанный. Но если посмотреть, как работают люди в миру, то, конечно, в этом плане можно назвать дармоедом, потому что у нас в монастыре на послушании не по 8 часов в день. Хотя, если учитывать богослужение, там больше выйдет. Но если богослужение назвать как бы удовольствием, что ли, ну как еще сказать, ну то, конечно, тут как бар живем, немножко трудимся, вот, и все остальное время там удовольствие получаем на службу. Хотя для кого-то это большой труд и подвиг. То есть не всем на службу легко и внутренне, спокойно. То есть это тоже для кого-то большой подвиг. Но как бы то ни было, дело не в этом. Конечно, можно было бы сделать все по-другому, но поскольку люди, они всегда что-то делают с ошибками. То есть тот нынешний наш быт, какой есть, он какой есть, такой и есть. То есть мы действительно живем не как древние монахи, без света, без воды. У нас есть полностью все условия, хорошее питание. То есть и в плане наших трудов, которые мы совершаем, мы, может быть, не отрабатываем свой хлеб, если подходить с оценки мирской. Вот сколько простые люди где-то на периферии трудятся, чтобы просто заработать скромный кусок хлеба. Это совершенно верно, да. Но с другой стороны, почти все это в воле происходит. Но на это не ответишь. Как уж складывается, так уж складывается. Но монах, особенно если взять, который давно в монстре или эра монаха, он тем более может быть драмоедом. То есть если, например, я, к примеру, буду исполнять только данные мне нагрузки, ну вот какие у меня нагрузки, ну служба, это понятно, само собой. Там кроме службы я должен исповедовать, я должен служить молебен, я там на крест-сход вечером хожу, я там пишу поминовения, кое-какие. Но это не очень много занимает, можно об этом слишком много не говорить, потому что мирской человек скажет, да что он там делает, он ничего не делает. И при всем этом я совершенно не несу дополнительного никакого подвига, то, конечно, я драмоед. Но отвечать я буду не перед людьми, хотя и перед людьми приходится отвечать. Но пред Богом уж точно, это уж в любом случае. Поэтому настоящий монах, он попав в такие условия, он не будет ими пользоваться в том плане, чтобы лишь набивать свой брюхо, жиреть и жить полно благополучия. Это надо преодолеть в себе. И жить так, чтобы действительно совесть была спокойна пред Богом. Вот единственное, что должно беспокоить. Но к этому надо прийти. И вот если брать сначала, вот монастырь, как туда вообще теперешние люди попадают? Ну, могу о себе только сказать. В монастырь я пошел потому, что увидел, когда стал выцерковляться, что моя гордость, самолюбие, оно все время проявлялось в поведении, что не мог иметь мира со своими домашними какими-то, с бабушкой там, быстрее ласков, смирением, ну, плохо себя вел. Вот это все как бы непреодолимое. Это вроде не такие уж большие грехи, ни наркоманство, ни пьянство, ничего там. Но все-таки этого оказалось для меня достаточно, чтобы понять, что у меня была первая ревность тогда после выцерковления, что это недостаточно, чтобы спастись. Я подумал, что в миру я не спасусь, раз так все плохо. Ну, конечно, в монастырь приводит Бог, и это понятно. Поэтому и у меня было такое решение, что Бог меня так повел. Я пошел в монастырь, чтобы там находиться, как мне уже объяснили. Тогда книг было очень мало в те годы. Ну, это был 90-й год, литература церковная была тогда очень мало. До этого вообще никакой не было литературы, нигде ни за какие деньги не найдешь. Ни мультфослова, ни духовной книжки, ничего не было. Евангелие еле-еле купил такого неважного издания. И вот все-таки мне объяснили, священники на приходе, там, на Краспресле ходил в храмы на Претечи, что в монастыре главное — это послушание, отсечение своей воли. То есть делаешь не то, что хочешь, даже там захотел какую-то там акафист почитать, ты должен спросить благословение, потом только будешь читать там. Скажешь тебе, делай так, должен делать так, как сказали, не как ты думаешь. Но так кое-как мне объяснили, совершенно правильно объяснили. Ну, я подумал, что да, поеду в монастырь, буду жить не по своей воле. И первое время в монастыре тут действительно было такое аскетическое. То есть у меня даже кипятильничка-то не было. Там две пластинки были с этой, с вилкой там, чтобы кипятить воду. Ну, чайники были, только у романаха, может, каких-то. А так у чайников там кипятильники не у всех были. Ну, в монастыре тогда было и что-то утешительное, мало варенья, какое-то печенье. Ну, не всегда было. И вот так потихонечку, и условия были такие, у нас не было никаких удобств в том корпусе, где я жил. Ни воды, ни туалета, ничего не было. Все, надо было на улицу выходить. И вот в таких условиях мы начали вот нашу монашескую жизнь. Ну, было здоровье тогда, было, конечно, легче, чем сейчас. И была самая главная первая ревность, горящая с духовной жизнью. То есть монастырь – это то место, где собрались люди, которые увидели себя больными. И поэтому пришли как бы во врачебницу лечиться туда, куда привел Бог, в те условия, в которые поставил Бог человека. Вот что такое монастырь. И здесь, ну, некоторые думают, которые такие идеалисты, что монастыри, монахи, они там подвязаются, молятся за весь мир. Так должно быть, но к этому надо прийти, этому еще научиться надо. А поскольку еще преподобный в Арсенофе Оптинске, он говорил, что, ну, про тогдашний Оптин, когда Оптинские великие старцы еще были, что пришел там человек, монастырь страстный, то есть пришел там сребролюбец. Через 25 лет он становится нестяжательным, пришел жестокосердный, такой, что подходить к нему страшно. Через 25 лет он становится любвеобильным, приходит блудник, если не на деле, так в помыслах. Через 25 лет он становится сломудренным, приходит там черевогодник, через 25 лет он становится воздержанным. То есть в тогдашний Оптин и тот требовался такой огромный срок, чтобы приобрести какой-то добродетель за место мучи, страсти. А мы-то все страстные сребролюбцы, черевогодники, все такое, конечно, пришли такие, ну вот. И время сейчас хуже, чем тогда, и состояние хуже, и тех старцев уже не было. Поэтому сроки растягиваются еще больше, кажется, лет 40 уж надо. Вот сколько, 32 года пробыл, вот все равно не вижу себя никем с добродетелем, совсем не видно это. Но тем не менее, я понимаю, что я лечусь, и лечение действительно происходит, хотя почему-то очень медленно. И лечение это не какое-то непонятное и неощутимое. Нет, наоборот, все очень понятно, все ощутимо. То есть постепенно-постепенно человек научается налаживать связь с Богом. Но происходит это очень крайне слабо и крайне долго. То есть действительно постепенно начинается ощущаться тот вот свет нетварный, на котором мы должны вообще быть. Мы должны быть все свет, во свете ходить, как Господь заповедовал в Евангелии. И вот этот свет постепенно начинает душой ощущаться. Этим светом в основном руководствуешься во всем. Но это не значит, что это получается всегда. Вот не получается. То есть целый день происходит неудача. То есть поступаешь не так, чтобы быть в этом свете, чтобы он умножался в тебе, а поступаешь в человечество наоборот. И поэтому в своей ежедневной исповеди, которую многие монахи усердны, они каждый день совершают исповеди, я стараюсь каждый день исповедаться. У меня достаточно много позиций каждый день, которые я открываю духовнику. Потому что действительно это не так сделал, то не так сделал. День прошел, столько все набралось. Есть что сказать каждый день. И оно не совсем одно и то же. Хотя страсти одни и те же, грехи схожи, да. Но они не абсолютно идентичны. А каждый день в своих обстоятельствах приносят новый вид познания своей греховности. Но благодаря врачеванию через исповедь все-таки процесс идет положительно. Потому что одно дело, когда святой человек, он все делает правильно, живет по благодати, послушание благодати, и умножает себе, приумножает вот эти благодатные таланты в себе каждый день. Другой человек, у него и это не получилось, то не получилось, но он себя не оправдывает, укоряет себя. И в результате, через таинство откровений и исповеди, вот он эти потери восполняет. И оказывается, в плюсе, в конечном итоге, потому что я вот много сделал плохо за день, пришел со смущением вечером, а после откровения это смущение по благодати Божьей, по благодати таинствам проходит. Я остаюсь в свете, в благодати. То есть вот какой милостивый Господь. Человек грешит, а Господь все прощает и восполняет как несогрешившему, даже лучше. И вот этим врачеванием в монастыре занимается каждый вот такой вот средний, не очень успешный монах. Я не могу говорить о других, потому что я не знаю жизни любого другого человека. Даже те, кто у меня исповедуются, я не в полной мере знаю их переживания, чувства, там все. Но вот свои переживания, чувства в лучшей мере знаю. Поэтому могу этим поделиться, объяснить. То есть мы здесь пока, большинство из нас, не для того, чтобы молиться за весь мир, не для того, чтобы как-то вот беспредельно совершать сплошную добродетель или еще что-то. Нет, мы боремся с теми страстями, которые враг каждый день нас борет, и каемся в том, что не получилось. А не получилось, не получается почти все. То есть жизнь получается просто сплошное покаяние. Но это с одной стороны. С другой стороны, с возрастом уже больше немощи, болезни. Тоже надо терпеть. То есть терпишь какую-то болезнь, говоришь, слава тебе Божия, хоть через сего. То же самое происходит в врачевании души. Еще третий момент – это скорби, которые посылает Господь. Но тут объяснять не буду, они очень многообразные, эти скорби. Но все равно из-за этого говоришь, слава тебе Божия, терпишь. Понимаешь, что это достойно по делам своим приемлем. Ты тоже получаешь благодать. Вот, собственно говоря, что такое монастырь. Это по большей части. Потому что большая часть насельников, такие как я, у нас преуспевшие есть, сейчас не будем об этом называть кого-то. А большая часть таких средних, которые... По человеку видно, что он не совсем преуспел. И видно просто по его духу, по его поведению, по всему. Потому что преуспевший, он всегда в глубоком мире общения с ним всегда доставляет какое-то особое чувство умиротворения. Преуспевший человек, он как бы берет себя в свой мир. О таких преподобный Серафим говорил. Вот всем советовал. Радостно, стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи. Вот действительно, этот человек есть центр спасения. Есть многие свидетельства. Вот как один современный наш духовный писатель, он посетил много старцев и сделал такой вывод. Я, говорит, много старцев объездил, понял, они сделаны все из одного теста. Вот и разные люди с разными характерами, разными возрастами, ну и так далее. А все из одного теста. Это совершенно верно. Вот это тесто, дух мирен, это действительно один святой дух во всей церкви. Ну просто в одних его немного, а в других, которые его стяжали, в такой степени, что действительно приезжаешь к человеку, и все проблемы исчезают. Он тебя берет как-то в свой мир, окутывает этим миром. И человек как бы не на земле становится, как на небе. Но в Оптино, собственно, такое ощущение и так возникает, когда подъезжаешь даже к Оптину. Потому что здесь за подвиги наших великих старцев вот эта благодать здесь, по-моему, все окресты уже окутывала. Это мы все чувствуем, это понятно. А мы как бы люди немощные. Когда с нами общаешься, видно, что мы немощные. То есть в том, что мы когда-то не в духе ответим, когда-то что-то не так скажем. Ну и получается, что действительно видно, что мы как бы в борьбе находимся. То есть может и Господь и спасает нас, конечно, возможно, да. Но мы еще не являемся в той степени преуспения, чтобы вокруг нас кто-то спасался только от того, что с нами общается. Такого нет, вот, к сожалению. Поэтому мы еще в борьбе, мы еще находимся в таком опасном состоянии, которое неизвестно еще, чем кончится. Вот и здесь постепенно, по милости Божией, здесь мы пребываем. Я уж каждый день стараюсь, как Господу благодарить, что я хоть в монастыре нахожусь, что Господь меня отсюда за мое нерадение никуда не выставляет, там за стены и терпит, и то, что своим промыслом ведет ко спасению. А сама вот эта практика спасения, ну, в Евангелии, почему-то Евангелие надо понять как следует. Вот это очень важный момент. Потому что действительно Господь Евангелие, ну, также немножко, то есть много в апостольских посланиях, да, объясняется, да. Он ясно нам говорит, что нам надо делать, чтобы быть с Ним, чтобы с Ним соединяться. То есть без Евангелия мы бы ничего никогда не поняли. Вот даже как пример, почему вот Евангелие надо понимать в целом, то есть чтобы было понятно все как одно. Вот две притчи, да, евангельских. Одна притча о человеке, который нашел на селе, то есть на поле, сокровище, на нем сокровенное. И он идет, и все продает, и покупает это поле. Другая притча о талантах. Ну, пока просто две притчи сопоставим. Что дал господин одному своему там рабу пять талантов, другому два, третьему один на соответственную силе. Вот как вы считаете, эти притчи имеют что-то общее или нет? Ну, вот сейчас попытаюсь объяснить. Вот сокровище, сокровенное на селе, это когда человеку открывает себя Бог. И он, соприкасаясь с Богом, понимает, что есть нечто такое, единственное, единое на потребу, действительно ценное, по сравнению с которым все земное, вот этот пар, как апостол выражается, оно просто ничто. И он идет и начинает заниматься продажей имения и покупкой поля. Это нельзя ни в коем случае понимать как единовременный акт. Нет. То есть, что человек имеет? Это не просто там дом какой-то, с какой-то там мебелью, которая в нем находится, какие-то там, может, деньги, банки. Это не об этом. Это все. Это не только дом с мебелью, деньги в банке или где-то еще. Это еще и собственные силы, физические и духовные. Это умственные способности, это время. Это все, чем человек располагает здесь, на земле. Тут еще очень притча о блудном сыне. Тоже нам пригодится, поможет. То есть, вот это все, которое, конечно, не наше, а Божие. Если человек, как блудный сын, себе присваивает, говорит, отче, дай мне мою часть убения, идет и по своим прихотям проматывает это. То есть, взрывает землю, земное. Свой талант или свое имение, как там ни скажи, да? Он делает, совершает падение блудного сына. А если человек все, что он имеет, то есть, зарплату, имущество, время, силы, способности, он употребляет для того, чтобы стяжать благодать, вот это единую на потребу, которую ему открыл Господь, сокровище сокровенное на селе. Он в этом случае занимается продажей и куплей. То есть, он продает имение за вот это самое сокровище, за благодать. Ну, я не совсем понятно объясняю? Или как? Не понятно. Ну, просто для ясности приведем несколько примеров. Вот, скажем, человек... Конечно, тут промысел Божий управляет и направляет. То есть, сам человек ничего этого сделать не может. Но человек получил заработную плату, да. Он отгоняет прочь мысли, как ее используют для своих надобностей, а определяет ее по совести и по духу благодати. Ну, к примеру, приходит домой, если он семейный, он покупает необходимое себе, то есть, жене, детям необходимые продукты, совершает нужную оплату. Какую-то часть, может быть, он знает, есть бедный человек, нуждающийся, он окажет ему помощь. Какую-то часть захочет, он может для церкви потратить, там, ну, поверь, или какой-то милостон подать церкви, либо купить свечки поставить. Вот. То есть, он... Время тоже, он пришел сработать с необходимым, которое он обязан делать за деньги домой, время он тоже тратит. Нет, пришел домой, упал на кровати перед телевизором, лежит. Нет, он, несмотря на усталость, делает обязанность по дому, чтобы легче было домашним, жене там. Он помолится, он почитает духовные книжки. То есть, силу и время он тратит не для того, чтобы получить какое-то удовольствие, то есть, землю закопать, земное удовольствие, а чтобы получить благодать. Слова он употребляет не так, то есть, какое-то несогласие в семье, оно все время возникает, или где-то на работе несогласие. Он не будет спорить, доказывать свое. А ради благодати, ради мира он уступит, он смолчит. Захочется ему что-то рассказать, он взвесит. А будет ли благодатно и спасительное это слово? Ну, оно веселое, но неблагодатно, не буду говорить. Умолчит. А скажет что-то доброе, назидательное, чтобы слово было растворено солью благодати. Вот и так он занимается сплошной куплей. А то, что не получилось, где-то поболтал, где-то поругался, где-то в раздражении что-то так не так сделал. Он записывает воспитальный дневничок и идет на исповедь в свое время, как каяться в этом. Вот так и осуществляется продажа и купля. Таланты, которые даны для умножения, это то же самое, вот это земное, то, что дано на земле. То есть это не деньги, то есть таланты приобретенные и таланты данные, это совершенно разные таланты. То есть таланты данные, это то, что мы имеем на земле, то есть имение земное, то же самое, что это у человека, который все продает. То есть это наше время, способности, силы. А таланты приобретенные, это благодать Божия. То есть покупается то же самое сокровище на селе, это и есть те таланты. То есть обе притчи об одном и том же, просто разным языком сказаны. Потому что никакого другого смысла нет в земной жизни. Как найти Бога, приобрести Бога в себе, благодать Божию? Вот если человек начинает понимать Евангелие, ему уже хотя бы мысленно легче поставить все на свои места. Но это даже еще не полдела. Ведь надо еще и жизнью все это осуществить, а то, получается, уподобится человеку мужу-юродиву, который много узнал, понял, а дом построил на песке. То есть одни только знания, а вот эти самые одни только знания, без жизни по этим знаниям, это очень опасная штука. Как в этой притче о мужу-юродивом и мудром, да, падение великое у юродивого мужа. То есть много чего знал, много чего понял, а ничего сделать не захотел. Но мы, наверное, все признаем, что мы действительно вот эти мужи-юродивы, особенно монахи, которые там окончили семинарию, там в давном монстре, много знают. Но у нас есть покаяние. Вот, слава Богу, единственное, что есть, это покаяние. То есть каждый день кается в том, что сделал плохо, не по-божьему. Бывает, весь день так и проходит. По крайней мере, по-божьему не видишь, что сделано, а видишь, что весь день прошел не по-божьему. И, слава Богу, есть у нас исповедь, каждодневное откровение. Идем и каемся. Дармоедному при этом, ну, да, пускай дармоеда. Но, опять же, дает дородатель Бог. Там мы не то, что каких-то людей обираем мирских. Хотя, действительно, вот у нас есть там за все треба, какие-то пожертвования. Ну, не за все, почти за все. За просфоры. Идем мы недавно, мужик один подходит и говорит, как можно продавать Евангелие, как можно продавать, угадать Божие, там, что крещение за деньги. Ну, во-первых, у нас крещение не за деньги. А, во-вторых, если мы говорим о божественных книгах, то понятно, что, чтобы их напечатать, то есть, чтобы их продать, их надо напечатать. Чтобы напечатать, нужно средства. Их просто негде взять будет, если не будешь их печатать. То есть, если бесплатно раздавать литературу, то всю литературу абсолютно раздавать бесплатно, то действительно не хватит просто средств, чтобы вообще существовать и чтобы печатать снова. Понятно, что есть какие-то вынужденные меры. А если есть какое-то излишество, Ну, знаете, я об этом не хочу рассуждать, не моего умодела, потому что это делает начальство, которое перед Богом отвечает, и оно тоже делает по совести, то есть оказывает помощь нуждающимся, ну и так далее, монастырь строит, развивает. Это во все времена так было, и никогда не было по-другому. Были, может, уникальные только примеры каких-то первых общин, первых христианств. Ну, понятно, что осуждать, что мы не сохранили все первых христианства, бессмысленно. Почему? Потому что у нас даже переемственности такой нет. Был период безбожный, когда там верты вообще не было, другая была психология. И мы, конечно, уж пришли с тем, что есть. Поэтому тут сложный вопрос. И понятно, что здесь мы находимся не для того, чтобы есть какой-то чужой хлеб, а для того, чтобы быть с Богом и спастись. Больше сказать по этому поводу нечего. Полноценный какой-то ответ, наверное, никто не даст. Но мы стараемся жить по-божьему, потому что понимаем, что вот это все временное, хоть там золотом обвешившееся, оно все равно на тот свет ничего не захватишь. То есть кроме Бога нам ничего не нужно. Поэтому и у нас монахи скромно одеваются, кельи скромные. То есть ничего такого нет. Почему? Потому что оно не только не нужно, оно тяготит все лишнее. То есть есть что-то лишнее, без чего можно быть. Оно тягостное и огорчительное. Все равно не радует душу. К сожалению, с возрастом приходится какие-то там иметь всякие вещи. Мне там варикозный гольф, всякие на колени, пояса. Ну, по болезням. Все это всего много. Где-то надо развешивать, раскладывать. Это все печально, что это приходится все иметь. Но по-другому просто здоровье уже не тянет. И тут никуда не денешься. А когда я был по служкам, помню, я даже сапоги-то без носок носил. Одни были сапоги. И под резик я постригался. Там такие были дыры в рукавах. То есть у меня был один под резик, а на постриг не был лучшего под резика. Что рука туда могла пролезть. Ну, сатинный под резик дали. И он уже так взорвался, а другого не было. И было все хорошо. А сейчас так оно не получается уже. Может быть, действительно хуже мы стали. Не знаю. Вот это вот самое основное, что хотелось сказать про то, что такое монастырь и чем мы здесь занимаемся. Наверное, можно в конечном итоге подытожить, что занимаемся мы здесь покаянием. Каемся просто. Что такие мы плохие, негодные. Ну и стараемся быть с Богом, быть лучше. Как священник, конечно, сколько сил стараюсь людям приносить пользу. По исповеди там сталкиваешься с каких-то еще. Ну, опять же, получается, иногда получится, да не получится. Иногда придешь, но просто чувствуешь, что не получается с любовью обходиться. Просто нет у тебя этого все. Хоть что хочешь, то я делаю. Вот и сидишь там, исповедуешь. И уж как уж можешь. Стараешься никого не огорчить. Потому что такие мы немощные, грешные. Что ты сделаешь? Ну, вот теперь я такое первое слово сейчас закончил. Если есть у вас, кто здесь сидит, какие-то вопросы тут, еще тут какие-то вопросы есть, на них тоже вот можно будет отвечать. Очень. Почему вы говорите, что вы дармоеды? Ну, в общем и целом. У вас же огромное подсобное хозяйство при монастыре. Поля. Вот фильм видел про монастырь. Там камера идет сверху, показывает там безбрежные совершенно поля. Ну, я же не в этом смысле рассматриваюсь. Я ведь на этих полях-то почти не работаю. У нас раз в неделю подсобное хозяйство по два часа, да? Ну, по два с половиной. Но там и работают наемные рабочие. Ну, при чем тут здесь наши труды-то? Это просто, ну, организация, механизм. Конечно, я весь день без дела не провожу. Но все-таки, если бы больше напрячься, все свободное время, сколько сил тратить, пусть даже не на работы, хотя бы это еще было бы более ценно. Молиться, плакать за себя, за ближних, за весь мир, класть много поклонов, жить очень плотнически. Конечно, в этом случае было бы как бы радостнее на душе. А это все, ну, часто получается, что нет, но это сил. То есть, ну, не можешь себя заставить, пришел, вот, время есть, раз, улегся, отдохнул там, ну, потом дальше пошел. Ну, так вот, с такими вот перывчиками так. Ну, ты думаешь, вот, живешь так нерадиво. А то, что кто-то где-то работает, ну, у нас шоферы есть, возят там по монастырским делам, и рабочие есть, стройка, ремонтируемся. Ну, мы же не сами ремонтируем. Если бы никого не было, все сами делали. Конечно бы. Ну, тогда бы, вот как я вот читал воспоминания, у нас на Афон посылали наших русских монахов в Пантелеум в монастырь восстанавливать. Так там отец Ипполит вот рассказывал, хальный известнейший старец, его там сейчас на могилку едут, ну, почти как на Серафима Саровска. Он говорит, на работе, вот мы на послушание, до ночи работаешь, потом нет силу дать текили, падаешь там на месте, спишь, а потом утро встаешь, и прямо сразу на месте начинаешь работу. Вот это понятно. А мы что, с какой степенью можем сравниться с такой работой? На 5%, что ли, вот так скажем. Поэтому, конечно, в этом плане нечего сказать. Здравствуйте, отец Нил Благословитель. Вопрос такой вот. Ребенок два с половиной года не слушается. Вот пример приведу вот сегодня. Говорю, давай завтракать. Не буду. Говорю, хорошо, не надо. Мы с супругой кушаем. Он стоит у входной двери, стучит на выход. Пошли, говорит. Говорю, мы с мамой завтракаем, раз ты не хочешь, сядь на стул, жди нас. Посадил на стул, начинает все делать, что нам не нравится. Стучит ложкой по столу. Забираю ложку. Смеется. Забираю. Встает, идет, бутылки с водой, где в чайник наливают. Начинает на клапан нажимать, и ступада шла нам на пол, пошла. Ну, начинается... Вы, пожалуйста, не надо подробно все пересказывать. Просто скажите коротко, чтобы... Вопрос такой, как не раздражаться при этом? Ну, вообще, не раздражаться – это великий дар Божий, это великий дар благодати. В смысле, чтобы внутренне не раздражаться при всем этом. Ну, вот святой праведный Иоанн Кроштадский, он был горячий человек. Я вот стараюсь ежедневно читать его дневник, и он там постоянно раздражался. Хотя он одновременно и бесов изгонял, и болящих исцелял. Поэтому, ну, как у простого человека получится не раздражаться? Просто внешне не действовать по гневу, внутренне сдерживать себя. Ну, вот внешне вести себя спокойно, и, соответственно, почаще ходить на исповедь. Всё, что беспокоит, надо врачевать исповедь, объяснять. Вот, сказать внутренне раздражался при неправильном поведении ребёнка. Если внешне проявилось, ну, как вот на исповеди очень редко говорю, ну, например, пнул сына под зад и назвал его дебилом, к примеру. Вот так. Так и на исповеди говорить, как было. И всё, коротко и точно. Просто исповедаться надо ещё научиться говорить прямо и точно. Как сделали, так всё объяснять. И коротко, не говорить лишней информации. Вот зачем подробное перечисление поведения сына? Оно же не имеет значения. Есть ещё вопросы? — Батюш, когда я тоже хотел вопрос задать, только сыну, да, мне 20, не 2,5, а 25 лет, да? И вот вопрос в том, что надо ли воспитывать взрослого уже сына, и как вот уже сам в годах, и как вот воспитывать? То есть отпустить его вообще и отправить, как вот блудного сына отправили, пока он сам в себя не придёт? Или всё-таки как-то надо что-то делать? — Ну вот по характеру заодно вопроса что можно сказать? Я, не будучи непрозорливцем, то есть ничего не знаю о вас, о вашем сыне, да, я, конечно, не в состоянии что-то такое сказать. Верующий человек, который имеет отношение к Богу, он имеет всегда извещение от Бога. Вот по тому самому духу мирному, который должен обитать в верующем человеке. Если человек не имеет мирного духа, у него воспитания не получится. То есть если, например, сына устроить концлагеревку в любой форме, да, конечно, он как-то, такие обстоятельства воздействуют на человека, но они не всегда воздействуют созидательно. Никого концлагеря не делали святыми, ну кроме верующих, людей, которые терпели ради Христа за свои грехи. Поэтому по отношению к нашим окружающим мы должны руководствовать мирным духом. Это есть прямое и живое руководство Бога. Находясь в мирном духе, мы все сделаем безошибочно. Если, например, сынок подошел, дал папе по щеке, в Евангелии написано, надо подставить другое. Но мирный дух в этом случае скажет по-другому. Ну, например, можно сказать, надо сына, если маленький сын, ему наказать, как следует отшлепать, там в угол поставить, чтобы ввел себя прилическим с отцом. Тогда у папы будет мир. Что он не подставил другую щеку, а отшлепал и поставил в угол. Потому что благодать святого духа так его вразумило на правила. Будет мир и общая польза. Но задавать какие-то вопросы теоретически, как в принципе, это бессмысленно. Большинство вопросов, которые задают, на них ни на один невозможно ответить. Потому что как бы человек не понимает, как надо чего спрашивать. То есть ответ чуть ли не один на все вопросы получается. Потому что Бог нас руководствует. И я не знаю, вот я утром встаю, я не знаю, как я проведу день. Я стараюсь слушаться Бога и смотреть на те обстоятельства, которые Бог посылает. И опираясь на эти обстоятельства, мне входит и мое собственное самочувствие, и тех людей, которые Господь посылает, или какие-то там послушания появляются, или еще что. И все это совокупно при сохранении внутреннего света оно может указать на то, как мне требуется действовать. Внутренне, внешне, в словах, там, во всем. По-другому жить нельзя. У нас один учитель — это Христос. Он есть путь истинный. Только быть во Христе, то есть ходить по Нему, как в Евангелии сказано, руководствуясь животным светом, светом жизни, только вот так можно потихонечку продвигаться к Богу, ко спасению. В словах это никак не поговоришь, потому что в совершенно одинаковых обстоятельствах может быть разное действование в зависимости от того, ну как надо быть, чтобы внутренне сохранять. Более-менее понятно? Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я вот церковлённый человек, а у меня муж нет. Но иногда я каждое воскресенье хожу, причащаюсь, и сын ходит. Но муж иногда проскакивает, что якобы он хочет. Но я представляю, когда начнётся прочтение канонов, подготовка к исповеди, причастие, наверное, на этом всё и закончится, потому что это сложно для первого раза. Нужно ли как-то помогать, вообще лезть в это, как-то уговаривать, разговоры об этом вести, либо просто молиться, когда сам, может быть, придёт. Молиться надо точно. Помогать можно, но очень чутко, деликатно. То есть обязательно, чтобы было как-то это... Ощущать его душу, чтобы без нажимов. Во-вторых, вот эта вот обязательность последовательной накануне причастия трёх канонов, для человека, который только начинает, ну, лучше одно последовательное прочитать, ну, как следует. Немножко разобрать его, разъяснить, что там вообще, о чём происходит, поговорить о причастии, как оно действует. Последование об этом сказано, к тому причине. Хотя бы вот это последовательное внимательно прочитать, чтобы не отягощать с самого начала вот этим бременем. А то по букве надо вычитать три канона, там, утречащие молитвы. Ну, разве это по силам и человек, который живёт совершенно другой жизнью? Ну, и когда вы говорите о своём воцерковлении, всегда надо говорить, что я внешне воцерковлённый, потому что мы не один из нас, не я там по прессе, я не могу о себе сказать, что я член церкви, понимаете? Член церкви — это кто всегда устремлён к Богу. Всегда, в каждую секунду. Если, как отец Новым Байбородин говорил, если ты замечтался о платочках, это уже падение. У меня полно таких падений. О чём ты задумаешься, замечтаешься о пустом? Какой я член церкви? Внешне, да, полноценный, подцерковлённый, а внутренне — это дело такое, мы не имеем права себе говорить, что мы член церкви. Мы надеемся на это, умоляем Бога, чтобы быть нам членами церкви. Так что, опять же, самое лучшее привлечение к Богу — иметь в себе мирный дух всегда. То есть никогда с мужем не ругаться, всегда быть для него светом. Вот тогда он поймёт, что такое Христос, увидит вас, Христа, в этом свете и тоже захочет. А слова, что эти слова? Слова — это мы все умеем говорить. Понятен ответ? Так, вопрос номер один. Должны ли оказывать помощь, если просьбы не являются жизненно важными? Скорее, для украшения жизни. А поведение самого просящего вызывает смущение, носит манипулятивный характер. Но вот отвечая автору этого вопроса, я скажу, что всё равно такой вопрос для общего обозрения ставить нельзя, потому что он очень неконкретен. То есть достаточно здесь всё сказано общими словами. Тут нужно просто приводить живой пример, хотя бы один. То есть на примере совершенно конкретного случая можно это разобрать. А без всякой конкретики просто общими словами ответить очень тяжело, потому что совершенно непонятно, что имеется в виду. Но можно однозначно ответить, что всегда решение любого верующего человека проистекает из-за закона, написанного в Евангелии данным своим Спасителем и же не собирает со мною, расточает. Спаситель вместе с нами занимается собиранием с каждым из нас в отдельности в каждую секунду нашей жизни вместе с нами занимается собиранием нами Божьей благодати, талантов, елея, которые мудрые девы собрали. И все внешние обстоятельства и в нашем внутреннем состоянии это действия собирающего в нас Спасителя. Поэтому если кто-то что-то у нас спросит, мы что должны посмотреть? Если мы исполним его просьбу или не исполним, где у нас не будет смущения, то есть где будет мир на душе? И во всех случаях, не только в этом, во всех абсолютных случаях именно таким образом принимается решение, чтобы на душе был мир и спокойная совесть. Вот и все. Как избавиться от смущения, возникающего от того, что подавшись на манипуляцию, пообещал помочь, дабы не нарушить обещанного, оказывавши ее, преодолевая себя, оказывая ее, стоявши себя в неудобной рамке? Ну вот как избавиться от смущения? То есть надо рассмотреть возможные решения и внутренне прочувствовать, какое решение оно будет приносить избавление от смущения и так и действовать. Это тот же самый ответ, что на предыдущий. Какие требования, правила должны быть соблюдены при расположении икон в доме и относительно друг друга? Ну, жестких правил нету. Я могу сказать, как мой келейный иконостас расположен. У меня в центре очень большая икона Божьей Матери. Наверное, 100 или там 80, может быть, на 120, вот так. Наверху спасные рукотворные. А далее там сверху идет притеча, может быть, там небесная сила, кому нужно, ну и другие святые. Все остальное как бы уже почувствую. Ну, выше ставятся более почитаемые святые, ниже ставятся какие-то менее почитаемые. Ну, в общем-то, это опять же все необязательно, можно в личном почитании это располагать. Ну, а так, конечно, икон Святой Троицы где-то снизу там стоять нельзя. То есть, если там какое-то касается божества, то выше, а святых ниже. Ну, как, это понятно, и так, по-моему, что объяснять. А жестких правил нет. По словам апостола, пища не приближает и не удаляет нас от Бога. Почему же она играет такую важную роль в жизни человека? Ну, видите, вот в вопросе не объяснено, что имеется в виду под этой важной роли. Не совсем понятно. жалко, что собеседников нет рядом, хоть переспросить, что имеется в виду-то. Ну, для тела долго ничего не есть, там, можно с голодом помереть, понятно. Ну, а если человек, как святитель Ермогена, ему морили голодом, так он зато куда попал? Высшие, наверное, на высшие небеса попал и за всех нас молится. Чем она такую важную роль играет? Для плоского человека, конечно, для нас важная роль. Не поешь, там и ни о чем думать не будешь. То есть просьба, когда кто-то составляет вопрос, ну, потрудитесь, объясните поучше, что хотите сказать. Что-то не совсем понятно, вот. Может, я такое не сообразить, но не совсем понимаю, что имеется в виду. Подскажите, пожалуйста, академическую литературу по теме стяжания благодати Божией. в планах написать богословскую работу. Ну, я одну подсказку сделаю. Это путь отцов Сергея Иосифовича Мирские вопросы пусть решаются по-мирски. Часто приходится в жизни сталкиваться с задачами, в решении которых требуется помощь специалистов. Христианин по мере умения молится святым, Богу, просит о помощи, в том числе о выборе специалиста, врача, юриста. Среди предложенного множества, среди которых есть те, которые могут воспользоваться доверчивостью или решить вопрос непользовопрошаемого, чтобы только получить собственную выгоду, оплату услуг. Как поймать баланс между прагматичностью, желаемым результатом, результатом угодному Богу, в какой момент надо отступить от планируемого результата в исходе дела, принять таковой волю Божию, а когда принять за искушение препятствие, которое надлежит преодолеть? Ну вот каждый жизненный вопрос он решается индивидуально. И вот эти слова, пусть душевные решаются, вопросы душевно, мирские, помирски, но они, конечно, не совсем понятны, что имеется в виду. То есть в прямом смысле, конечно, все вопросы, они должны духовно решаться. Потому что у нас, ну как, ведь Господь сказал, что ищите прежде Царство Божие и правду Его. А что же еще искать-то тогда? А когда, ну вот, опять же, здесь в этом вопросе много текста. За этими словами не стоит опять ничего конкретного. Хочется, чтобы я выдал какую-то универсальную формулу. Ну нет, не бывает универсальной формулы. Хоть бы какой-то пример дали бы, что именно надо сделать. Один живой пример. Поэтому лучше всего как-то вот вопрос задавать одним живым примером. А потом из ответа анализировать и переводить на другие случаи. А то вообще непонятно, о чем идет речь. Что имеется в виду? То есть, кто писал вопрос, он понимает, что он спрашивает. А мне недостаточно информации, чтобы понять, о чем вопрос задается. Вот, к сожалению, это в последнее время вот в этих вопросах постоянно вот это недообъясненно, что ли. Надо, может быть, для таких вещей создать какой-то диалог такой практически, чтобы можно было отвечать, чтобы меня слышали. Чтобы я мог задать дополнительный вопрос просто. Как отвечать на вопросы не совсем понятные. На исповеди задают вопрос, там переспрашиваешь, что-то там уточняешь, и можешь что-то ответить. И то с большим трудом, с молитвой. А так вот невозможно на такие вопросы отвечать. Как мирскую жизнь сложить с духовной? Как правильно исповедоваться и на что обращать внимание мирскому человеку во время исповеди? Тут два вопроса. Ну, как мирскую жизнь сложить с духовной? Опять же, вопрос нельзя так вот ставить. Человек должен искать в первую очередь царство небесное, небесное, в первую очередь. Все остальное приложится. Вот как сложить? Евангелие отвечает. Разве это складывается? Мы ищем Бога, а Бог все подает нам. Если ворон, он ведь не ищет, где ему жить там. Он живет, а Господь его питает и кормит. А что же мы это? Хуже ворона, что ли? Господь говорит, что не хуже птиц, мы лучше птиц. Исповедоваться, как правильно? Ну, на эти вопросы я много раз отвечал. Тут вот еще раз повторю, потому что это очень важно. У нас действительно, вот мне приходится с горечью говорить, что у нас в России нету как бы школы исповеди. То есть нету курсов каких-то. Есть куча всяких разных курсов по музыке, рисованию, но они, конечно, нужны, но все-таки не так же важно, как по исповеди. А по исповеди всем ведь надо проходить курсы. То есть хоть какое-то понятие иметь. Я вот как учился по исповеди, искал тех кровь, которые можно в литературе найти. Именно крови, потому что как исповедовать, в книжках об этом не написано, как исповедоваться. То есть как понять свои грехи? Много книжек с перечислением всех грехов разных. А вот как их объяснять? Почему-то мало литературы. Но вот, Никон, исповедник, он довольно много об этом говорит. Его цитаты есть отчасти у нас на сайте оптинском. Там есть в разделе библиотек исповедание листочка. И там цитаты Никона исповедника, также Макария Оптинского и Паиса Святогорца, нашего тоже Никона Оптинского исповедника. И там кое-что объяснено. Кроме этого, я там читаю жизнеописание преподобного Алексея Засимовского, но был очень такой авторитетный духовник. У него и патриарх Тихон исповедовался, и много архиереев. Большая часть архиереев у него исповедовались. И вот он как исповедовал, пример из его жития. Выходит женщина с исповедей от него, такая очень недовольная идет, говорит, батюшка странный такой, мне полтора часа допытывался, что я там сделал, как на Афоне. Вот он именно просил, чтобы все ему конкретно объяснило. Что сделал плохого? В простых словах. Вот так надо исповедоваться. Или, например, в книжке жизнеописания Владимира, Ирмонаха Владимира замечательный такой старец, он всего себя отдал людям, прозорливый был, чудотворец он был, очень почитаемый. Он как-то, ехав в поезде, рассказывал своим спутницам, как надо исповедоваться, там буквально несколько строк. Вот из этих строк приходится искать подтверждение. Но для меня главная учеба моя собственная каждодневная исповедь. То есть я прихожу и просто объясняю, что я сделал плохого, просто чтобы было понятно. Вот весь принцип. То есть некоторые приходят, говорят, я там раздражительный, я согрешил гневом. Но это же не объяснение. Я уже приводил сейчас этот пример. Пришел, сказал, я там в гневе дал сыну пинку под зад и назвал дебилом. Вот так исповедоваться. Я выпил два стакана водки, был пьяный, валялся там, утром голова болела. Вот так вот исповедоваться, понимаете? По-простому, коротко, без лишних слов. Если осуждал, не надо говорить кого, за что сказать. Я в разговорах много осуждал там неоднократно. Вот так исповедоваться. Что сложного-то? Вот имейте записную книжку, дневник исповедальный. Что сделали плохого, запишите. Например, шел по улице, увидел там красивую иномарку, загляделся. Так, запишите. Загляделся иномарку. Ну и что было, все скажите. Некоторые говорят, вот я там на работе ставлю себя выше других. Ну дословно, если это понимать. То есть я там прихожу на работу, ставлю табуретку, влезаю на него и говорю, я выше вас всех. Ну это вот так, нельзя же таким языком выражаться. Надо выработать простой язык. То есть у меня на работе неоднократно возникало высокомерное чувство, что я превосхожу моих коллег профессиональными навыками. И под влиянием этого чувства я сотрудникам делал замечания, указывал, как им надо работать, чем их смущало. Вот, пожалуйста, простое объяснение того, что было сделано. Или там пришел домой, понимал, что надо сделать работу по дому, вместо этого улегся на кровать и смотрел телевизор. А то, лень там. Ну а что лень-то? Лень-то не пойми, что это значит. А то ты сказал, как было все, не надо комментировать, лень, лень. И так уже понятно. Вот так исповедуются и все. Как правильно молиться о людях? Еще раз просьба не задавать общих вопросов. Все люди молятся по-разному. По-разному. Любая молитва правильная и хорошая. Но, например, о ком-то тяжелом, невоцерковленном, наркомане, о ком-то молиться бывает небезопасно. А о своих родных, хороших, добрых людях, ну, конечно. А грешников каких-то или заблудших надо молиться в обращении. Ну, что имеется в виду поцеловек как правильно молиться о людях? Не совсем понятно, что именно человек спрашивает-то. Часто в православных каких-то чатах, что ли, написано, просьба помолиться о ком-то. Что за чаты? Как правильно это сделать? Ну, понятно. Я просто не знаю этих терминов. Но вообще вот меня просят сейчас помолиться, помолиться. Там у моего сына там мама говорит, у меня наркомания, скажем. Ну, опять же, что я сделаю? Буду отмаливать ее сына, это мама должна отмаливать. Я, честно говоря, просто за тяжелых, как и все, побаиваюсь особо сильно молиться. Ну, я подойду к какой-нибудь Божьей Матери, скажу, ну, причистая Богородица, вот меня просили молиться, ну, что я могу сделать? Я желаю всем спасения, всем нам помоги. Вот так и помолюсь, и не более того. Что отмаливать? Я там каких-то наркоманов я боюсь, потому что могут такие искушения у людей бывают. Это надо быть очень сильным таким монахом, чтобы так всех молиться. Может, я не прав, но как есть, так и говорю. Вот я в одной беседе говорю, спрашиваю, что пишу книгу, как правильно исповедаться. Но я не особо пишу, к сожалению, еще не написал, хотя надо. То есть надо не затягивать это дело. Книжки нужны, потому что приходится каждому на словах объяснять. А так бы у нас лежала где-нибудь на свечном ящике книжка, ну, пусть она там 50 рублей бы было пожертвовать, но все равно, что там, людей по 2, по 3 бы взяли бы, это небольшие деньги. Но там бы было все написано. Я бы сразу говорил, идите, возьмите книжечку, и все. То есть не тратил время на объяснение. Надо написать, если богосовет издать, но это, опять же, не только от меня зависит. Но это, к сожалению, пока еще не сделано. Надо делать. Просьба помолиться о тех иных людях. Ага, то же самое. Также домашних молитв об умерших, знакомых, как это сделать правильно, чтобы не навредить себе и не помочь и помочь ближним. Ну, если верующие люди, то можно смело молиться о них. А если какие-то тяжелые, ну, я тоже сейчас сказал, что надо просто так осторожнее. Потому что много было случаев, когда у нас там молились за каких-то тяжелых, такие были искушения, просто люди не выдерживали, куда-то убегали там. Просто не знаю, что сказать. Для меня это трудный вопрос. Во внешней жизни православного христианина есть определенный порядок. Утром, вечером читаем правила, соблюдаем посты, перед причастием постимся, читаем каноны, молитвы к причастию, исповедуемся и ничего не меняем местами, потому что такое должна быть внешняя жизнь христианина. А какой должен быть порядок в духовном делании? В чем стоит его начало и хотя бы первые ступени? Часто читаю, слышу, научись смиряться, смирение прежде всего. Мне кажется, что смирение – это уже какая-то высокая степень совершенства. Не пройдя предыдущее, смирение невозможно достигнуть. А какие они предыдущие – непонятно. Мы же сначала учим буквы, а потом только приступаем к чтению. С чего начать? Живу в миру, есть семья. Ну да, вот вопрос как раз вот этот хороший, надо сказать. Такой первый вопрос хороший, действительно. Но смирение в высокой степени – это уже какая-то степень совершенства. Смирение в начальной степени – это просто желание человека от всей души. Мы умом-то понимаем, что мы без Бога, да ничто. и какие-то делать усилия, принять это, какие-то делать усилия, что жить по слушанию Богу. Ну как, приходит человек, что-то от нас хочет, его Бог послал. То есть мы должны смиряться. То есть принять этого человека так, как подобает, как посланника Божия. Да и много чего в Евангелии по этому поводу написано. Ведь Господь сказал, мы должны друг другу умывать ноги, да? Мы об этом не вспоминаем. А ведь действительно это обязанность. То есть кто бы там, ты не был нищий человек или младший, надо к нему отнести статус, как ноги умыть. Вот пришел он в гости, например, снять с него пальто, повесить, там обувь все загрязнило, взять саму, почистить немножко. Ну так относиться с смирением. Смиряться во всем. В семье не согласен. Не ругаться же, уступать. Если вопрос принципиальный, сначала уступить, потом его поднять. Нужно миром духе. Вот так человек и смиряется. Гнать прочь мысли от себя, Богу послушаться. А Богу послушаться, жить по Евангелию, мысли не гонять. Вот если человек мечтает, это что, смирение, что ли? Вот замечтался, как он дом построить, это уже не смирение. То есть человек не Бога себе предоставляет или о чем-то другом замечтался. То есть он сам строит себе то, что хочет. А предоставлять себя Богу, это значит не мечтать. Но об этом можно очень много чего сказать. Поэтому, конечно, духовная жизнь, вот тут вопрос какой? Не пройдя предыдущее, смирение невозможно достигнуть. Вот, конечно, если бы нас не вел Господь, мы бы ничего бы никогда бы не поняли, потому что вести нас больше некому. Но Господь-то наш ведет? То есть как это выглядит? Вот начинается наш день, начинается наш день. И мы внимаем, что с нами происходит. То есть мы утром встали, мы понимаем, какой порядок. То есть когда нам надо молиться. Это не обязательно, что там сразу встали на молитву, кому как удобнее. Может быть, человек встал утром, ему надо на работу, работа тяжелая, он там попил чаю, вот, там позавтракал, пошел на работу, избрал маршрут по спокойным улицам, пошел на память, как-то, или прочитал утреннюю молитву по дороге. Ну, конечно, в машине слушать по записи, это не особо. А если человек идет, даже батюшка Варснофи говорил никому на исповеднику, что можно читать утреннюю молитву на ходу. Пошел, прогулялся, прочитал молитву, помолился от души. Вот. Пришел на работу, там, вечером, если чувствует, что не будет возможности, сел вечерним прочитать, тоже как-то маршрут выбрал. Я, конечно, не советую это, лучше дома читать, да. Но если уж дома не читать, то уж лучше по дороге что-то прочитать, пока идешь по немощи, помолился. Хоть уже чувствует человек, что с молитвы пошел. То есть у него свой план. Ну, вот план, конечно, вмешивается Бог. То есть там что-то случается, кто-то дает какое-то задание, кто-то что-то требует, кто-то там предъявляет претензии. И надо все это принять с миром, чтобы всех успокоить, всем оказать милость, всем оказать любовь, сколько есть сил. Все недостатки записать на бумажку. Не бумажку, восповеданный дневничок. Прошу о неделе пойти все это зачитать, чтобы исповедь насовершилась. Вот так потихонечку и сам Бог будет вести. Конечно, при этом обязательно надо читать Евангелие, потому что где мы знания почерпнем, как нам спасаться. Ну, из-за многих вопросов я сейчас не буду очень долго, потому что у нас и беседу мы не можем сильно долго растягивать. Я сейчас это... Тогда дальше продолжу, пока. Что такое добродетель трезвения ума? Как научиться не доверять своим плотским домыслам? Ну, трезвение ума, ну это же понятно, следить за мыслями. Об этом можно почитать из святых отцов. Ну, что такие вот глубокие вопросы действительно сложно задавать. Следить за мыслями, чтобы не было мыслей. Ну, исповедник вот был Варлам Ряшенцев. У него брат, он канонизирован, архиепистоф Германа Ряшенцев. А в Варламе там, может, какое-то препятствие было, ну там, не знаю, какие там у них. Его не канонизировали, но он все равно духовный наставник. Он так и писал своим духовным чадам. Что, ты с бесами еще беседуешь? Там также преподобный Серафим Романцов то же самое. То есть разговоры с помыслом, беседа с бесами. То есть надо, чтобы не было мыслей, гнать их всех. Только думать, когда работаешь, о том, что делаешь. Вот и все. А что еще трезвить? Если трезвение сердца, движение сердца, это уже другой вопрос, это уже не ум. Потому что в сердце проскакивают всякие движения. Вот мы с кем-то обращаемся, и мы должны видеть мотивы сердца. То есть ради чего ты делаешь что-то человеку. Может, какая-то приязнь, например, или, например, неприязнь, или расчет какой-то, или еще что-то. Вот это тоже все замечательное сообразовое действие. А что значит, как научиться не доверять своим плотским домыслам? Вопрос вообще непонятно поставлен. Что такое не доверять своим плотским домыслам? Что такое плотские домыслы? Так. Мы часто обращаемся с просьбой Бога, Богородицы, разным святым. Бога мы можем благодарить, читая разные псалмы. Например, 116. Богородицы благодарим, читая, достойно есть. Как благодарить святых? Например, Матрону Московскую, Серафиму Саровского и многих-многих других. Отойдя в мир иной, они непрестанно помогают нам, выслушивают от нас множество скорбей, видят с высоты свои моря горе и неправды. Им должно быть тоже там не сладко. Ну, как-то так. они, конечно, переживают о нас. Ну, там не сладко, это как-то впервые, да, такое слышу. Да, они скорбят о нас, переживают, пока вот это все происходит, да, но они с сладчайшим Господом вместе, так что им там сладко, хотя они за нас переживают. Конечно, можно просто сказать спасибо, но иногда бывает желание подать записку за них. Ну, какую? За упокой? Не, ну, благодарить надо по-простому. Вот даже и спасибо сказать, если и так достаточно сказать, благодарю за помощь. Вообще, надо не только Божьей Матери достойно есть, не только Господа читать Псалом там, а надо просто говорить, Господи, благодарю за помощь, за то, что ты меня исцелил, вот дневник Анны Кронштадтского, он очень полезный. Ну, там много томов, 26 томов, но там продаются по отдельности эти тома. И, например, очень хорошие 21, 22, 23, 24 тома, там именно напряженность духовной брани. Там на примере жизни святого правила Анны Кронштадтского видно, как он постоянно находился в духовной брани, получил помощь и благодарил. Просто читать этот дневник, это значит, постоянно напитывать свое сознание правильным расположением. Потому что святой правильный Анна Кронштадтский воспринимал все вот эти брани, как нападки от бесов, как это есть на самом деле. Потому что бесы стараются так действовать, чтобы мы думали, что это наше. И мы этим нас обезоруживают. А читая дневник святого правильного Анны Кронштадтского, мы все время возбуждаем в себе сознание, воспоминания о том, что это напасть. И нам это становится легче, потому что мы уже боремся, а не просто... Поэтому я вот сам стараюсь каждый день читать по шесть страниц этого дневника, по три листа. И мне это очень помогает во всех отношениях, особенно учитывая то, что сам святой правильный Анны Кронштадтский молится, видимо, за тех людей, которые его почитают. И благодарить надо по-простому. Он по-простому благодарил Господу, Божьей Матери. Был замечательный такой тоже старец, отец Авель Македонов с Хими... Серафим, с Хиархимандрит Серафим, а так Архимандрит Авель, он был настоятелем Иоанна Богословского монастыря около Рязани. Вот он с детства ему Божья Матерь являлась, каждый день, когда был подростком, благословлял его на сон. А он думал, что у всех даже так. И он всегда с Божьей Матерью по-простому беседовал. Просто подходил, как он, не говорил то, что есть. Вот он один раз очень сильно скорбел, когда у него был замечательный наставник, архиепископ Дмитрий Градцев. Ну, очень такой святой жизни и облагодатственной архиереи, который знал вообще по свидетельству, кто его видел, в помосах всех окружающих людей. Они были как на ладони у него. И вот он как-то решил постригать в одном месте монахинь, каких-то старушек. Ну, это было время гонения, разгар гонения, сороковые годы. Вот. А отец, ну, тогда же Коли Македонов, он очень горчился. Он, кстати, уже дяконом был. И говорит, ну, подошел к Божьей Матери, говорит, Матерь Божьей, ну, как же так? Вот владыка всяких этих бабушек постригает, а я так хочу быть монахом. И что же вы думаете? Ну, он только успел помолиться, его владыка Дмитрия вызывает и говорит, я должен тебя сегодня постричь. Вот так. Вот так. Сразу молитва было услышана. Просто по-простому и говорить, и благодарить не только достойно есть, а именно своими словами. Всегда и просить, и благодарить. Так что вот это все должны иметь в виду. Так, следующий вопрос. Допустимо ли в день причастия вырывать зуб или проводить медицинские процедуры, где известно, что будет течь кровь? Если такое произошло, необходимо ли исповедовать? Ну, в зубах, конечно, не надо ковыряться в день причастия. Даже вот наши оптинские старцы говорили, ты в правилах, что не плевать в этот день, хотя там запивали, ну, неблаговейное. Просто мы будем чувствовать, что делаем что-то неблаговейное. Зубы не стоят этого, чтобы благовейное нарушать, душе вредить. Где там кровь течет? Ну, кровь это другое. Если там срочно чего-то, там срочные операции в этот день могут причстить, то, пожалуйста, ничего такого нет. То есть, если там не желудок будут потрошить, скажем, после причастия, а просто где-то там не связано, то смущать это никого не должно. Ну, тем более, если это срочно, это ложно, что-то такое. А зубы уж не надо лучше. Да вообще, вот, была старец, да-да-да, недавно, 50 лет, как она почила с химонахиней Ольгой Ложкиной на москве похоронена, так она 102 года прожила, никогда ничем не болела. Один раз она за ним могла, приходит, ну, матушка за ней ухаживала, говорит, матушка, позвать врачей, вот. Она говорит, вот мой врачин, иконостас показала. Она к врачам не обращалась. Матушка с тех пор 101 прожила год, у нее даже не было регистратуры, карты никакой, то есть, она не обращалась к врачам. Она обращалась к святым, они лечили. Я тоже стараюсь к святителю Луке обращаться, чтобы не было у меня других врачей. Можно ли испояться в день причастия? Ну, знаете, вообще, конечно, я вот хоть и причаюсь утром, а вечером все равно на исповедь, потому что у нас исповедь как откровение, все равно что-нибудь наберешь, а почему не исповедоваться-то? Что, это грех, что ли? Или что? Конечно, можно. По забвению не сказала на исповеди, это смущает душу, то есть, нечисто исповедовалось. Но если нет возможности и какая-то мелочь, то надо просто исповедательный девичок записать и оставить на следующий исповедь. Пусть там эта запись будет, все. Если что-то очень серьезное, ну, конечно, тогда что-то надо придумать, кому-то постараться, можно у чаши сказать священник, только без решительной молитвы. Просто сказать, батюшка исповедовалась, забыл это, договорите и сказайте. Но, опять же, есть только что-то очень серьезное. А мимо чего-то всякого запишите и успокойтесь. В следующий раз исповедуйте и все. Так, Лан, дальше. Стараюсь ходить на исповеди и причечение на воскрес службы, но иногда возникает чувство, что рядом со мной кто-то присутствует, что это может быть, возможно, из того, что я забываю что-то исповедовать. Не, ну, вот эти всякие ощущения, знаете, давайте сейчас это не будем разбирать, потому что это вопрос очень сложный. Ну, кому-то что-то почудилось. Ну, а что, как на это отвечать-то? Это вопрос индивидуальный, надо просто на исповеди это объяснить, вот сказать, что я, когда прихожу, сказать батюшке на исповеди, что я чувствую, что со мной кто-то как бы присутствует. Ну, как бы, что батюшка скажет. А так, на общее обозрение такие вопросы нельзя. За людей, которые не входят в церковь, можно ли заказать на просткомедию? Ну, строго по правилам нельзя, но сейчас как-то все-таки заказывают, а те, кто более-менее так расположен. Ну, не знаю, трудно этот вопрос ответить. Надеемся на милость Божию. Кто-то заказывает. Я только в начале пути в церковь. Подскажите, если при чтении утрих вечерых молитв очень сильно бросают в пот, а на спине между лопаткой или на лопатке на право-то налево ощущение давления и боли, как будто кошка крябает. Что это? Ну, я читал у святых отцов, что бесы иногда какие-то ощущения создают. У святых отцов об этом пишут многие. Но комментировать, что у вас, я не могу, потому что неизвестно. Но советую просто на это внимание не обращать. Все. Что есть, что есть, нам что? Ну, плот и плот, ну, велика беда, что ли? Потерпеть все можно. Какое сейчас должно быть отношение к мусульманам? Эта религия очень распространена в мире, а ведь в ней, как католицизм, немало ереси. Что можно, мягко сказать, мусульманину, чтобы он понял, что в его религии не совсем все правильно? Ну, видите, вот опять же вопрос такой, что надо просить вразумления от Бога, когда встреча такая произойдет, потому что какое-то общее, что-то нельзя ничего сказать. Я не люблю говорить такие слова, какие-то универсальные формулы, их не существует. Я общался, когда давно еще до монастыря вместе просто жили там с ребятами, которые исповедовали, как бы исповедовали магометанскую веру. Я пытался с ним что-то говорить, но они говорят, да мы не очень понимаем что-то такое, почему они назывались, даже на это ничего не знали. Нам поговорить-то было ни о чем. Я говорю, а почему же вы Иисуса Христа почитаете как пророка, а сами его не слушаете? Ну, они говорят, мы затрудняемся на этот вопрос, ответим, мы не очень разбираемся, в общем, вот так. это зависит от того, какой человек, надо, чтобы Господь положил на сердце, а так мы не ответим. Как поступать, чтобы жизнь была цельная? А то получится, что на работе один, дома другой, на работе третий. Спасибо. Так, что значит жизнь была цельная? Чтобы человек как вел себя нелицемерно, что ли, везде? Но это, понимаете, это достигается правильной христианской жизнью. Вот весь ответ. То есть, пока не получается, если жить по-настоящему, по-божьему, то, может, через сколько-то лет что-то получится лучше. Потом, лет через 30-40, когда на пенсию будете уходить, там, если доживем до этого времени, может быть, совсем будет все хорошо. Это при условии правильной христианской жизни. А если ее не будет, значит, еще другие проблемы появятся похуже. Можно ли сделать замечание в церкви человеку, даже если я точно знаю, что он не прав? Грех ли это? Вот, по замечанию в церкви человеку, тут опять ничего не объяснено. Вот, я вспоминаю случай, который читал. Вот, он касается митрополита Антония Суржского. Как-то он выходит из алтаря, он, видимо, прозорливость имел и с такой болью говорит, братья и сестры, нам сейчас надо молиться, чтобы та женщина, которая сейчас, вот, прихожане на нее налетели, сделали ей замечание, она ушла из храма расстроена, чтобы она когда-нибудь вернулась. Нам всем за нее надо молиться. Вот так сказал. То есть, замечание надо делать созидательное, неразрушительное. Поэтому, если сделано с любовью и точно знаешь, что человек нуждается в этом замечании, то делать, а так не надо делать замечания. Как там креститься, как поклоны к власти, еще что-то. Но если там человек по незнанию сидит на евхаристическом каноне, на литургии там, ну, можно очень уважительно сказать, что, ну, вы знаете, сейчас это евхаристическое каноно, лучше, конечно, ну, сейчас не сидеть, потому что очень важное происходит. Если человек не больной какой-то, сильный, ну, то надо с уважением сказать, чтобы он почувствовал это уважение. А то просто будет разрешительный результат замечания, хотя и совершенно правильного. Можно ли... Ага. В любимом храме у дома часто начались споры у хора, что так, что даже во время службы слышны их реплики. Делают назло иногда батюшки и так далее. Постоянно смиряемся. Стоит ли терпеть дальше или лучше пойти в другой храм, пока помолиться. Настроение молитвен и, к сожалению, уже длится это долго. Ну, опять же, на все эти вопросы Господь сам ответит. Ну, сходите в другой храм, посмотрите, как будет на душе, где больше прибытка, в этом храме или в другом. Если почувствуете, что больше благодати, это же Господь известит обязательно. Потому что из храма мы должны выносить что-то. Где больше вынести, туда и ходите. По Евангелию от Матфея, книга «Родство Иисуса Христа», Матфан же ради Иакова, Иаков же ради Иосифа, мужа Мариина. От нее же родись Иисус, глаголимый Христос. Почему родство идет по Иосифу? Он же не имеет отношения к Христу кровно. Меня это смущает. Ну, это вопрос чисто богословский. Там по каким-то... Ну, я не знаю этих правил еврейских, этих наследственных, но там всегда по отцу и ведется. А Мария, представь, Богородица, она была ведь как бы родственница Сернукова, Иосифа. Ну, в общем, я совершенно компетентно не могу ответить на этот вопрос. Я не специалист, и он формальный. Потому что в Евангелии какие-то моменты чисто буквенные, они могут по непониманию вызывать некоторое какое-то смущение, что ли. Но есть вопросы важные, есть вопросы неважные, которые можно просто не обращать внимания. Потому что все знать тоже вредно, знаете. Я вот считаю, что вот этот момент можно лучше не углубляться, потому что не надо нам быть слишком знающими, а то будем много гордиться лишнего. Что-то надо не знать обязательно. То, что не касается практики духовной жизни, все это никакого отношения не имеет к нашему духовному подвигу. Это просто дело ихних правил, которые нам сейчас совершенно не нужны, эти их старые правила. как научиться смирению и терпению, как приучить себя к молитвному правилу. Ну, видите, это опять вот такие вот вопросы, пойди на них ответь. Смирению и терпению человек учится, когда смиряется и терпит. То есть Господь посылает, а человек это принимает. А к молитвному правилу приучить, ну, как-как, читать его и привыкнешь. Вопрос вот какой-то, я не знаю, что еще хотят меня услышать. Тут нужен живой собеседник. Не знаю, что отвечать вот так. Грех ли стремиться к комфорту в жизни, иметь хороший дом, машину, есть путешествовать и так далее, зарабатывать все честно, трудом? Ну, конечно, судя как святые жили, совершенно неполезно привыкнуть к комфорту, а потом, соответственно, скорбеть из-за пустяков. Лучше лишние деньги потратьте на милость, уж точно не прогадаете. Навалилось очень много разных скорбей, и у меня в семье и у сына я очень переживаю, что иногда силы покидают, и чувствуешь какое-то опустошение. Знаю, что надо уповать на Бога, предаваться воле Его, а как это сделать на практике? Наваливаться много разных скорбей сейчас очень на многих людей. Действительно, вот это вопросы очень актуальные. И бывает настолько тяжело, что действительно терпения не хватает. Но Господь все равно не даст сверхсил. То есть все равно пошлет избытие, то есть облегчение. Поэтому живым уже до сих пор живы, хотя было очень тяжело. Поэтому надо уповать на Бога и уныния не принимать. Много я вот даже по исповеди, да и сам что-то переживал, сталкивался, когда действительно бывает очень-очень тяжело. Но как получить облегчение, я практически могу подсказать. Вот лично я сейчас обзавелся почти что целой библиотекой вот таких книжек. Сейчас я объясню, каких. Я их даже называю «Мои псалтири». То есть это есть воспоминания, тут даже не жизнеописание больше, а воспоминания. Вот у нас 20-й век, начало 21-го было очень богато целым таким поколением старцев и старец-утешителей, которые очень помогали людям, принимали людей, исцеляли их скорби. И воспоминания их очень живые. И вот такие воспоминания, как о нашем старце отце Иоанне Крестьянкине, отце Кирилля, отце Науми, отце Серафиме Тяпочкине, отце Павле Груздеве, отце Полите Хальне, матушке Феодосии Скопинской, Любушке и так далее. И это далеко не полный перечень, который я сказал. И вот именно живые воспоминания, как люди их посещали, об этом рассказывали, вот когда их читаешь, ну ты сколько раз из очень тяжелого состояния выходил. То есть почитаешь и становилось на душе легче. И как-то успокаиваешься, умертвяешься. То есть явно чувствуешь молитву помощь этих действительно святых людей. Они еще не канонизированы, хотя о многих конкретно в Печорах, мы когда были, там сказали, что бацояне-корентьянкине сейчас собираются материалы канонизации. И действительно, а многих сейчас, наверное, собираются, и именно они всегда были утешителями для людей, которые к ним приходили. И когда читаешь о них воспоминания, они, видимо, это ощущают и посылают помощь. То есть когда очень тяжело, надо иметь такую библиотеку, и одну книжечку взял, почитал, там несколько рассказов, другую, третью, так книжечек опять почитаешь, и глядишь, и легко станет и помощь Божья придет. Вот так вот. А так, конечно, скорбями наш век очень богат, потому что мы не подвязаемся как следует, и получается, а как нас еще спасать? Еще и скорбей не будет, значит, спасения не будет. Поэтому, слава Богу, что вот так все скорбно складывается, и значит, Господь любит. Слава Богу. А святые вот эти наши, они современные, они помогут это все перетерпеть. Кто-то еще спрашивает, спасительное жить с мужем, которым тяжело ну, знаете, это вопрос чисто индивидуальный, надо с кем-то лично общаться, с кем-то таким подуховнее, а так я по этому описанию не смогу ничего сказать, скажу что-то не то, просто так нельзя такие вопросы отвечать наугад, надо, чтобы от Бога было завещение. Я на исповеди просто так никому не советую, потому что, если нет, от Бога завещение, я говорю, ну, просите, но вы не к тому пришли, я простой священник, я непрозорливец, я рад бы вам помочь, нет у меня сил, сил у меня нету вам помочь. То есть, молитесь как-то, Господу, пусть, а я просто так не буду говорить из головы, то есть, я не имею права это делать. Сказайте, чтобы вы делали, по-моему, славам из мозгов, это если Господь известит, конечно, но у меня таких завещений особенных почти никогда не бывает, потому что, ну, не того уровня, как бы, человек. Поэтому это надо к таким духовным обращаться. Вот тут женщина тоже пишет, что молится о выздоровлении от шизофрении единственной дочери. Вот она умрет, говорит, то есть, ну, тут женщина, которая пишет, а дочка тоже умрет. Ну, умрете, но вот свой крест, если дотерпите до конца, в рай попадете, ну, за другого утешения сказать нельзя, потому что, действительно, у больных шизофрении свой крест. У меня сестра очень больная шизофрения. Вот, у нас здесь сейчас находится уже приоптенно, потому что папа умер, и приходится свой крест нести, а что сделаешь-то? Ну, и моя сестра умрет, и я умру. Просто дай Бог, чтобы нам крест его донести, веру сохраните, и попадем в рай. А что еще надо-то? Выздороветь, это будет ли полезно, не факт. Так, значит, всегда подавала записки и молила за мою бабушку Нину. Недавно открылась обстоятельство семейной истории, что наречена она была Анной и до 25 лет прожила с этим именем. Как теперь быть с этим знанием и в молитвах-записках? Ну, в смысле, крещена, что ли? Что значит наречена? Тут тоже ведь надо поточнее говорить. Ну, не как-нибудь, Господь знает, но вообще, вот, например, князь Владимир, он же был крещен Василием, да, а мы ему молимся, как Владимиру. Ну, я не думаю, что это такое уж важное дело-то. Молитесь, почувствовать, как спокойно на душе, так и молитесь, то есть все. Спокойнее Анна, молиться Анна, молиться спокойнее Нина. Это вопросы мало важные. Господь все равно знает, за кого молитесь. Так. Вот тут по молитве вопрос. Ну, знаете, мне вчера уже задали именно по этой молитве, это вопрос, не знаю, тот ли человек задал или какой-то другой, который это. Вот, восьмая молитва из утренних. Ипаки, спаси, спасибо, людьми по благодати, молю тебя, ащи бладил, спасевши меня неси благодать и дарну долг пачи. Ну, конечно, с точки, с точно богословской точки зрения эти слова, они, ну, ну, так молитва просто оставил простой человек, который, может быть, в простоте написал, но не совсем, как бы, в смысле разобрался автор. Эта молитва, кстати, неизвестна, неизвестно, кто ее написал. Он в молитвословии не стоит. Вот. Поэтому, конечно, вот эта фраза, ащи бладил, спасевши меня, это из апостольских посланий фраза неси благодати, дарну долг пачи. И она в другом контексте имеет не этот смысл. Потому что спасение, это есть благодать. То есть, ащи бладил, спасевши меня, неси благодать. Если в точном употреблении есть слов, так нельзя говорить, конечно. Это понятно. Это имеется в виду другое. То есть, это есть не милость, а заслуга. Но поскольку Господь спасает не по заслугам, а просто Он спасает человека, который возлюбил и хочет быть вместе с Ним. Смирился перед Богом, возлюбил. Вот это есть спасение. То есть, этот момент, вот тут написано, автора смущает, да. Но смущает, но, значит, можно какую-нибудь другую молитву избрать себе и читать другую молитву. Потому что утренние молитвы это не уставные молитвы, они просто предложены молитвословия. У нас в Оптине их тоже не читают, у нас полуночица, там, чин полуночица вычитывают, вот наши утренние молитвы. Поэтому здесь тут необязательно именно эту молитву читать. Святитель Феофан советует подбирать себе молитвы такие, которые ближе к душе. То есть, необязательно учитывать буквенно все молитвы. Хотя утренние молитвы очень хорошие. Ну, может быть, за исключением вот этой молитвы, которая многих смущает, да, это многому от людей слово, что она смущает. А все остальные молитвы очень хорошие. Просто замените на какую-то другую молитву, которая ближе к сердцу, и всё. Будет такой же объём молитв, просто по-другому. Это святые отцы так рекомендуют. У всех людей происходит встреча с Богом. Ну, вы знаете, вот этот вопрос такой, что у тех людей, ведь Бог под предведением, Он встречается с теми, кто воспримет эту встречу для себя во спасение. То есть, если Бог, заранее зная волю человека, зная, что человек его отвергнет, то встречается ли Бог с таким человеком? Ну, знаете, давайте за Бога не будем решать. Ну, по логике, конечно, смыслу нет встречаться, человек отвергнет. Но всё-таки не будем об этом рассуждать, потому что нам это не нужно об этом знать. Это не наша личная практика, и зачем разбирать отличённый вопрос, когда это нас не касается. Не наше ума дело. Тем более, Господь знает, в какой час встретиться. Ведь мы знаем притчу о работниках одиннадцатого часа. То есть, кого-то Господь призвал в первый час, кого-то в третий, кого-то в шестой, кого-то в девятый, а кого-то в последний час жизни. Поэтому, ну, что нам об этом сейчас? О себе за собой будем смотреть. Как научиться понимать Божью волю? Ну, вопрос очень общий, но ответ очень простой. И быть в мире вместо Его. То есть, где Бог, там мир. Взыщи мира и пожени И. То есть, искать мир, направить ноги наши на путь мирен. То есть, идти тем путём, чтобы быть в мире в Боге. Вот и воля Божия. А ничего другого и не надо. Как не бояться будущего грядущих испытаний? Если война — это большая игра государства, где взять мужество простому человеку жить честно среди этих интриг и отдать себе силу даже и жизнь за Отечество. Этого ждёт от нас Господь. Ну, в крепость, а в Господе. Ну, если мы не с Господом, то мы не выдержим грядущих испытаний. А если в Господе будем, то выдержим. А для этого надо быть Господи. А для того, чтобы быть Господи... Ну, во-первых, обрядовая сторона церковной жизни, она не всё решает, но она обязательно. То есть, не ходить в воскресенье в храм, например, если, да, не исповедаться, не причащаться, не читать молитвы никакие, там, не поститься, не читать Евангелие, не читать духовку книг. Ну, а что тогда вообще останется? Ну, если мы всё это исполняем, то это не значит, что мы с Богом. То есть, надо и это делать, и больше этого делать. То есть, предаваться воле Божию, покоряться Богу, то есть, перед всеми смиряться, быть в мире, созидать в себе мир. Только так можно устоять, по-другому никак. Как уберечь себя от ошибки, принять случайное совпадение за волю Божию и наоборот? Как-то батюшка предостерёг не придавать значение своим ощущениям, знакам, что даже святым Бог очень редко открывается. А если всё же промысел Божий, как не пройти мимо, понимая за случайное совпадение? Вот ещё раз повторяю, что нельзя так общее говорить. Я ничего не знаю, что отвечать, потому что надо приводить конкретный пример. То есть, объяснять, что именно было в этом случае. А так, я не знаю, что отвечать вообще на этот ответ. Так, вы можете что-то сказать о нетварном свете. Видели вы его хоть раз за свою подвиженскую жизнь, которой нету, да, подвиженскую жизнь. Восточные сирийские отцы очень жёстко говорят, что кто не видел или сам не был в этом свете, ещё находится среди мертвых. Ну, конечно, это безусловно, да. Я ещё среди мертвых, это 100%. Они все в нём пребывали и описывают свой опыт. Или вы забыли мягкий вариант, кто верует, крестит, спасен будет. Это не совсем понятно. Вот эти слова, что имит веру и креститься, да, ведь они как бы сказать, что подразумевают слова спасителя. То есть человек крестится, это не просто он покрестился и на этом всё закончилось. То есть когда человек крестится, он вступает через крещение в церковь. А жизнь в церкви это что такое? Это жизнь в постоянном послушании Богу, искании Бога, подвигу Бога, искании царства Божьей правды Его, жизнь по правде Божьей, несение своего креста, отвергшись в себе. То есть вот что имеется в виду. А видеть нетварный свет, ну, как вот Григорий Павлом видел, конечно, это высокий уровень, естественно, этот свет в таком виде не видел. Но все-таки какое-то ощущение вот этого небесного света имеет каждый верующий и часто с самого начала. Даже впервые, только что воцерковляясь, я приехал в Оптино, но перед самым монастырем. Я крестился в 86-м, приехал в Оптино на экскурсию в 90-м, а в 91-м в начале уже совсем ушел в монастырь в Оптино. И вот этот свет мы уже в Оптино почувствовали. Приехали, такая благодать, ну, просто как на небе. Конечно, не в том виде, как фаворский свет Григорий Павлом это видел, но в какой-то малом мире, вот как Господь сказал, высти свет мира. Вот батюшку или, видишь, видно, что человек свет, вот в нем даже виден этот свет, ну, что, других людей святых виден этот свет. Фотографии старцев я себе современных там приобрел многих, смотришь на их лица, ну, все лица разные, а все, ну, такие просто красивые, глаз не оторвешь, все вот в этом свете находятся, вот, потому что это люди, стяжавшие благодать. Вот мы и видим вот свет в людях святых, которых встречаем даже в жизни. Могу ли я творить милостын и помогать финансу нуждающимся, используя кредитные карты для этой цели, если у меня не закрыты еще все кредиты? Проще говоря, могу ли делиться негами на благие нужды, имея долги? Не, ну, конечно, рассудить, но, конечно, можно и нужно, потому что долги долгами, они никуда не денутся, а людям помогать, если это милосте, созидается милостивное сердце, то это все заменит. А эти всякие долги, там, кому от этого-то? Что, кто-то умрет без оплаты этих долгов на РК, это касается какой-то организации. Так, в настоящее время в определенном христианском кругу обсуждаются книги Геркарда Терстенгена «Путь истины», избранные письма, переведенные отцом Петром Мещериным. Смысл в том, что Терстенген делает акцент не только на видении своих грехов, но больше предлагает смотреть на Бога, научиться соприсутствия с Богом, понять, как действует благодать в человеке, как это верую Христу вселиться в сердца наши, как это, что вы умерли, а жизнь ваша сокрыта со Христом Боге, как это, разве вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, только если вы не то, что вы должны быть. Если вы вдруг не читали, ну да, я не читал, да, не слышал даже, можете ознакомиться и дадите свой комментарий в следующей беседе по... Ну, я не знаю, если... Как я ознакомлюсь, у меня этих книг нету, в интернете я обычно не ложу, честно говоря, мне не хочется туда лезть, поэтому, может быть, это... Кто-нибудь другой ответит на этот вопрос, потому что это... для меня это сложно, учитывая, что я населенник в монастыре, и в интернете у меня такого... Я не умею этим пользоваться, всем интернетом, и не умею не включать ничего этот компьютер, поэтому для меня это сложно в этом разбираться, и, честно говоря, просто не хочется, потому что есть... Ну, канонизированные свитерцы, я допускаю, что мог кто-то написать что-то очень хорошее, но если бы была печатная книжка, мог бы их посмотреть, а такое, к сожалению, очень трудно мне, так что за это не обещаю. Да и когда будет следующая беседа, тоже неизвестно, поэтому тут нет. На вопросы я все ответил, которые здесь были, если есть, у кого остались, у нас осталось минут 10 только. Есть какие-то вопросы, если, пожалуйста? Если нет, то закончим. Ну, вот смотрите, прошедшая тема, я понимаю, что действие исповедования как очищение от грехов, оно помогает облегчить душу и дает какое-то, что ли, прощение этого греха перед Богом. А вот мне стало интересно, например, человек, совершивший грех, исповедуя который, происходит рецидив этого греха, и он все исповедует, исповедует это деяние. Кем считается такой человек перед Богом? Будет ли он прощен, если он понимает свои грехи, кается, но повторяет их? Ну, мы же об этом уже говорили в процессе беседы. Батюшка в Арсенофе говорил, приходит, например, в монастырь злой, проходит 25 лет, он 25 лет каждый день ходит на откровения, говорит проявление своей злобы, да? И только через 25 лет во времена старства он получал как бы выздоровление. Это ориентировочно, понимаете? То есть, душа больна болезнями. На исповеди мы говорим проявление болезни, но это, что значит, он повторяет? Это болезнь проявляется, а не он повторяет. Понимаете? Он говорит, это проявление болезни. Вот мы ходим к врачу, пришел хирург, в этом месте болит, болит, сделает то-то, сделал то-то, все равно болит, пришел, здесь болит, сделал то-то, сделал то-то, снова болит, пришел, здесь болит. А что делать? Приходим и говорим, что болит все. Но вы поймите, что исповедь это и есть врачевательный процесс, он долго длится. Если, например, человек смертный грех делает, ворует, скажем, ну конечно, покаялся, не воруй больше, потому что, ну какое это оправдание воровать-то? А если человек там, ну раздражительность проявляется, лишнее скушал там, да, там лишнее полежал, еще что-то такое проявилось, ну а что сделаешь-то? Как можно не повторять-то? Ну слушайте, ну чего мне такие вопросы задавать? Человек боролся, а избавляет от греха Бога, избавляет постепенно, чтобы человек прочувствовал, что только Божья благодать его исцеляет. Для этого нужен длительный процесс, постоянной исповеди, одного и того же, что вылезает. Можно вопрос про маленьких ребятишек, когда крестили, но крестили рано, в три месяца, а вот потом причащать. Ну как вот, ребенок же не понимает вот про причастие. Как вот малышей следует причащать? В каком порядке? Ну грудничков прям совсем. Ну маленьких еженедельно обычно причащают, но вот, хоть они не понимают, но поверь родителям, а что? Поверь родителям, но если родители не особо выцерковленные, но вот уже потянулись к этому, но еще считают, что как бы причащать рано ребенка. И... Не, ну а к чему это вопрос-то? Узнать, вот ваше мнение. Ну а вам это лично нужно? Да. А для чего? У меня внучка. Ну вы ее можете носить причать? Я насильно без них не смогу причастить ребенка. Ну они против родителей? Ну пока да. Ну а что мы можем сделать, если они против? Ссориться, не будем на этой почве. Ну иногда она причащается. Значит, потом созреют. Ну иногда она причащается, внучка. Ну ей всего 5 месяцев. Ну это ни разу не причали еще? Нет, только крестили. Ну как вы говорите, так вы говорите. Ну конечно старайтесь все говорить, объяснить как-то, что это ребенка будет хуже, не будет сам Господь в нем. Ну и мы просто понимаете, это объективная причина. То есть с родителями ссориться не будете с ее. Там ваша кто-то, дочка или сын там кто-то. Сын. Ничего не поделаешь. Это, видимо, так промысел Божий устраивает. Ищите подходы. Причащать надо, но эти препятствия надо миром обойти. Не ссоры же, правильно? Может, когда-то потихоньку снесете, когда они узнают, если тоже можно. Потихоньку навряд ли. Спасибо. Все, братья и сестры, да? Будем благодарить? Достойно есть я по моему истину, блажен я Богородицу, пресноваженную и преднепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую и жуя, где рубим, и слабнейшую, и сравненье с мягким. Безрестление Бога, Слово Рождею, сущую Богородицу, тяде, тяде. Спасибо, Господи. Желаю молитвенно всем Божьей помощи, покрова Божьей Матери, представительства наших великосвятых локтных старцев. Всех субтитров. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok